Приветствую вас, и осуждать вас никто не будет. Я бы вообще разобрался бы с тем, почему вы себя корите. Я бы вообще разобрался бы с причинами того, почему вы себя обвиняете вот в чём-то. Потому что действительно ничего плохого вы не сделали. Но я полагаю, что обвинение в себя, это довольно частое явление для вас. То есть вы часто обвиняете себя в чём-то. И вот это само по себе является проблемой. Потому что обвиняя себя, вы находитесь с одной стороны в постоянном напряжении, с другой стороны в постоянной борьбе. И в-третьих, вы чувствуете себя не свободным. Из-за этого, ну, по данной причине, вы чувствуете себя не свободным. Вот, на мой взгляд, данный аспект является весьма-весьма серьезным. И уж, поверьте мне, гораздо более серьезным, чем то, что вы описываете. Потому что, как вы правильно сказали, да, в общем-то, ничего криминального вы не делаете. Это первый момент. Чтобы вы сразу понимали, что по факту, значит, осуждать вас не за что. Далее. Вы знаете, ну, вот, какие у вас чувства к этой девочке, да? Это отдельный вопрос. Мне показалось, что чувства у вас к ней больше отцовки, нежели чем мужские. Мне показалось, что чувства у вас к ней больше именно такие родительские. То есть, она невинная, она требует моей защиты, она, у нее там проблемы, значит, со взаимодействием с другими людьми. У нее трудности, вот, мне ее жалко, она во мне нуждается, со мной ей не страшно. Ну, вот, то есть, это все очень напоминает особские чувства. Но, но, я понял примерно, какой вы человек. Человек вы душевный, эмоциональный, искренний, как любой такой, знаете, хороший военный. Ии... Вы уже почувствовали себя ответственным за нее. Но... Проблема заключается, на мой взгляд, в другом. Проблема заключается в том, что и у нее не любовь, а идеализация, потому что любить может взрослый человек, она не взрослый человек, а у вас отзывские чувства. Из этого может вырасти любовь, я не говорю, что это обязательно не любовь, из этого может вырасти любовь. Я не считаю, что вы не можете заниматься с ней сексом. Понимаете? Если хочется, если она не против, пожалуйста, занимайтесь, никаких проблем нет, но дело в том, что она вырастет буквально через три года. Через четыре года она будет совсем другим, совсем другим человеком. Понимаете? не такая, как сейчас. Очень большой риск того, что она будет с вами несчастлива. Может быть, будет счастлива, а может быть и нет. Но она ребенок, пока что. И ее слова любви нельзя воспринимать всерьез. То есть нужно понимать, что она действительно верит то, что говорит. Она действительно чувствует сейчас то, что она называет любовью. А вот это другого чувства она не знала. вот. Но вы, как взрослый мужчина, понимаете, и тем более у вас дочь, что эта любовь, по ее мнению, в действительности просто влюбленность и не более того. Вы для нее стали аргелом-хранителем. Вы для нее стали чуть ли не идеальным человеком. А это не любовь. С вашей стороны, ситуация, на мой взгляд, заключается в том, что после брака, в который вы вкладывались, в который вы дорожили и распад которого вы вы тяжело, очень переживали, после брака вы стали бояться, что вам причинят боль. То есть, взрослые женщины, с которыми вы встречались, вы боитесь, что они причинят вам боль. Вы боитесь, что эти женщины, они преследуют свои цели. И поэтому с ними у вас было ноль эмоций. Именно по этой причине. Понимаете? Именно по причине того, что вы боитесь боли. Вы не можете искренне к ним относиться. Понимаете? Вот. И я вас, в общем и целом, понимаю. Я понимаю, почему вы, ну, почему вы не можете к ним относиться. искренне. Потому что они взрослые, они причинили вам боль. А вы, вы такой достаточно эмоциональный человек, да? И вы, естественно, опасаетесь, что теперь эта, ну, вот эта женщина, да, она, значит, воспользуется тем, что вы, там, вот такой, что вы, грубо говоря, такой эмоциональный. Вот. Вам этого не хочется. И, понимаете, это, в общем и целом, нормально. Что вам этого не хочется. То есть, это абсолютно нормально. Что вам этого не хочется. Что вы боитесь. Что человек, ну, причинит вам боль какую-то. Понимаете? Это нормально. Что вы опасаетесь. Нормально для вас, но ненормально для построения отношений. Понимаете? То есть, для построения отношений это не совсем нормально. То есть, для построения отношений ненормально бояться боли и ненормально испытывать эмоции какие-то, то есть, грубо говоря, защищаться, потому что отсутствие эмоций всегда защита, это нужно понимать. И вот если я прав, и вы действительно боитесь боли от более взрослых женщин, и можете вступать в отношения только с теми, кто, ну, не угрожает вам, по вашему мнению, что это не свободный выбор, понимаете. И я полагаю, что да, в вашем эмоциональном состоянии сейчас вы можете находиться в отношениях только с этой девочкой. Это правда, и для вас это естественно сейчас, но это не нормально, понимаете. то есть, сделать свободный выбор в пользу неё, это нормально. Но у вас нет свободного выбора, по моему мнению, понимаете. И любите вы в ней, по моему мнению, именно невинность, именно её зависимость от вас, потому что вы знаете, что она вам ничего не сделает, не причинит боли, не будет вас использовать, потому что она наивная, творческая, чистая душа. И по факту, по сути, это всё, что можно сказать по вашему тексту. Никто не будет вас осуждать, я, по крайней мере, точно. Но я думаю, что и вы, сами, хотели бы выбор свой делать свободным. Вот если вы не будете бояться боли, если вы перечерёте развод, отбросите его до конца. Если будете с женщинами испытывать какие-то эмоции, да, и выберите всё равно эту девочку. Лично я пожелаю вам удачи. Лично я пожелаю вам счастья. Я уверен, что с вами она будет счастлива. Я не буду говорить всю эту историю о том, что, когда ей будет 20, вам будет уже около 40, да, то есть 37, когда ей будет 25, там, вам уже будет ещё больше. Я не буду. Потому что я считаю, что это всё не имеет значения для любви. Для любви это значения не имеет. Но, на мой взгляд, на мой взгляд, всё, что вам нужно, это быть свободным. Я сомневаюсь в вашей свободе. И поэтому всё это говорю. Вопрос. Как с этим жить? Что делать? Никак не жить. И ничего не делать. С девочкой с этой общайтесь. Она вполне может быть подругой вашей дочери, старшей, например. Вот. Эм... Приводите с ней время, если угодно. Ничего в этом плохого нет. Эм... Заявлять о своих отношениях с ней не стоит. О чём обязательно предупредите её в переписках. То есть скажите, что вот, как бы, ну, реалии таковы, что мы с тобой оказались в очень такой деликатной ситуации. Эм... Что мы можем навлечь на себя, и я могу навлечь на себя. Эм... Очень сильный негатив. Поскольку мы живём в обществе, мы обязаны считаться с ним. Вот. Пока, например, я не уеду, например, в мегаполис. Куда могу забрать тебя, если хочешь. Ну вот. Эм... И всё. Общайтесь, пересекайтесь. Подружите её со своей дочерью. С братом младшим подружите. Эм... Вот. Сделайте её частью семьи своей. Общайтесь с ней. И если ваша любовь пройдёт через год, и ей будет хотя бы 17 лет. Да? Хотя бы год. Ещё год. Её любовь будет так и крепка. Вы... Вы можете с ней быть в отношении. Я полагаю, что 17 лет. Да? Если ей будет какое-то осуждение, это уже не ваша проблема. Ну и 16 лет при эмансипации девочки. То есть если она пройдёт, например, эмансипацию, то есть самостоятельно, да? Будет. Вы тоже имеете право с ней проводить время. Хоть замуж... Замуж её позвать. Вот. Другое дело, что есть проблема. Проблема в том, что она не может ни с кем найти общий язык. И... Проблема в том, что ей, очевидно, не хватает любви отца. И уверенности в себе, которую вы ей даёте. Можно ли назвать это любовью? Она думает, что да. Но вам, как человеку более опытному, нужно понять, что да, здесь может быть и есть любовь. Но помимо любви есть ещё что-то другое. И если есть что-то другое, это уже не любовь. Понимаете? Ещё раз. Любовь – это свободный выбор. Она в вас нуждается. И потому это не любовь. По крайней мере, пока. По крайней мере, пока. Поэтому ей нужно к психологу, желательно детскому, по поводу коммуникабельности своей. А вам нужно перешить развод, отпустить жену, перестать бояться боли, перестать себя винить. И учиться находить наслаждение в том, что вы такой эмоциональный, искренний, открытый человек. Вот, в принципе, и всё, что я хотел вам сказать. По поводу того, что она судьба, судьба ли она ваша, я вам скажу честно. Я не верю в судьбу. И я не считаю, что какой-то человек может быть судьбой. Я считаю, что любой человек может быть судьбой. В принципе. Любой человек может быть судьбой. Любая женщина может быть судьбой. Понимаете? Именно вы делаете судьбой ту, кого свободно выбирается. Понимаете? А не наоборот. Это не так работает. Не наоборот. Но то, что вы говорите про судьбу, свидетельствует, в свою очередь, о том, что вы хотите сбросить в себе ответственность. И я понимаю, вам тяжело с ней с ответственностью сейчас. Своей. Я правда понимаю, что тяжело. Но, тем не менее, это не значит, что вам нужно от нее отказываться. Просто, опять же, понимаете, то, что вы говорите, что она ваша судьба, это указывает на то, что вы ее идеализируете. То есть, любая идеализация здесь нежелательна. Понимаете? А если она вырастет, например, через два-три года и скажет, что вы ей не нужны, что вы будете делать тогда с судьбой со своей? Понимаете? Вот. Что вы будете делать тогда? Поэтому не стоит, не стоит уходить в эти немного архаичные понятия. Лучше и полезнее для вас обоих будет каждому из вас разобраться со своими проблемами, со своими трудностями, со своими страхами и переживаниями. Понимаете? И, если у девочки есть родители, пусть они обратятся на LiveExpert сюда, на этот сайт, и поднимут вопрос о ее коммуникации. А платят психолога, и он с ней поработает. У нас есть хорошие детские психологи на сайте. Только это нужно делать именно с разрешения родителей. Понимаете? То есть, я говорю о том, что любовь, она прекрасна, когда свободна. У вас нет свободной любви. Ну, мне так показалось. У вас есть внутренняя боль, у нее есть внутренние проблемы. И вы нашли друг друга, как бы купируя это, но в то же время используя друг друга. Я понимаю, что все люди используют друг друга, но нужно понимать как. Так как вы используете друг друга, чревато зависимостью, чревато обманом в дальнейшем, чревато разочарованием, болью для вас опять. Вы понимаете, что еще больше, сильнее укрепит вас в понимании того, что вы холостяк, что вы недостойны любви, недостойны семьи. А ведь у развода были причины, и 50% этих причин лежит на вас. Разобрали ли вы их? Извлекли ли вы опыт? Лично я думаю, что нет. Вот с этого и стоит начать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!